Как пользоваться программами серии Languages with Music? После того, как вы запустили программу, перед вами открывается следующий вид. Слева – программы, которые вы уже установили на компьютер, а справа – те наши программы, которые вы можете установить на компьютер. Если вы щелкните левой кнопкой мыши по большой картинке справа, вы перейдете на страницу сайта с этой программой и сможете почитать информацию о ней и посмотреть видеопрезентацию. Для того, чтобы запустить программу, установленную на ваш компьютер, щелкните левой кнопкой мыши по картинке с этой программой, которая находится в левой части экрана. Программа запускается, и перед вами открываются уроки курса – ноты с обозначением номера урока. IL означает Introductory Lesson – вводный урок. Если вы кликните по книжке с надписью Notes, вы увидите все темы уроков и при необходимости вы сможете, крикнув по соответствующей строчке, зайти и посмотреть лексико-грамматический комментарий к этому уроку. Для того, чтобы узнать тему урока, подведите курсор к ноте с номером урока, и вы увидите его тему. Если это тот урок, который вы искали, щелкните по нему левой кнопкой мыши. Перед вами откроется следующее окно программы. Вы можете выбрать представление этого окна на весь экран компьютера. Для этого подведите курсор к этому значку и щелкните по нему левой кнопкой мыши. Здесь представлены упражнения урока и виды их записей. Чтобы вернуться назад к предыдущему окну, щелкните по этой синей стрелке. Чтобы вернуться к выбранному уроку, нажмите на ноту с номером этого урока. На красных нотах указаны номера упражнений. Если вы подведете курсор к ноте, она увеличится, и вы увидите задание к этому упражнению. Эти значки обозначают, с чем работают упражнения, со словами или с предложениями. Упражнение с первого по четвертый – это упражнение на слова, а упражнение с пятого по восьмой – это упражнение на предложение из этих слов. Если вы щелкните по иконке с нотой, то выберутся все виды записей этого упражнения. Если вы снова по ней щелкните, то этот выбор удалится. Вы можете выбрать те виды записей упражнения, которые вам интересны. Для этого вы можете прослушать образец записи, щелкнув по рупору, который появляется в момент наведения на овал курсора мышки. Если вы решите выбрать этот вид записи упражнения, щелкните по овалу, и этот вид записи будет выбран. Когда вы выбираете упражнения, здесь вы можете видеть их суммарную продолжительность и таким образом планировать время для занятия. После того, как мы выбрали упражнения, можем двигаться дальше. В этом окне программы мы можем выбрать фон для демонстрации слов и фраз. По умолчанию программа предлагает фон Northern Lights – Северное сияние. Установить или убрать подсказку в виде изменяющегося цвета рамки программы. Эта подсказка показывает точный момент, когда вы должны начать говорить строго в соответствии с ритмом, повторять слова или предложения или произносить их перевод. В этом окне вы можете выбрать количество показов каждого слайда – от 1 до 100. В левой нижней части программы вы видите информацию о том, что сейчас будет проигрываться, какой урок, какой вид упражнений, слова или предложения, номер упражнения и номер вида записи. В правой нижней части экрана указана тема урока. Начать работать с уроком вы можете следующими способами. Первый способ – щелкнув левой кнопкой мыши по значку «Начать проигрывание». Второй способ – дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по наименованию слайда на этой полосе. И третий способ – щелкнуть левой кнопкой мыши по наименованию слайда, который можно найти в этом выпадающем меню, если вы щелкнете здесь. Если вы хотите нарушить порядок прохождения упражнений урока и работать с упражнениями урока не по порядку возрастания их номеров, а именно так устроена программа, а в произвольном порядке щелкните левой кнопкой мыши по «Плейлист» и перед вами откроется выпадающее меню. Щелкнув в это меню по номеру упражнения, вы увидите все выбранные вами виды записей этого упражнения. Щелкнув по необходимому виду записи, вы сразу запустите проигрывание этого вида записи. Громкость регулируется здесь. Щелкните и тяните вправо, увеличивая громкость, или влево, уменьшая громкость. Чтобы перейти к следующему виду записи, щелкните по этому треугольнику. Чтобы вернуться назад, щелкните по этому треугольнику. Чтобы узнать, куда вы в результате попали, посмотрите сюда. Здесь отображается вся информация в уроке, его номер, тип упражнения, номер упражнения и вид записи. Полоса с названиями слайдов может двигаться в обе стороны. Для этого наведите курсор на любое название слайда на этой полосе и двигайте его право или влево. Чтобы начать проигрывание слайда с этой полосы, щелкните по этому слайду дважды левой кнопкой мыши. Если вы щелкните по кнопке Again во время проигрывания слайда, он будет повторен. Количество повторений этого слайда зависит от того, сколько раз вы щелкнете левой кнопкой по Again. Возможности отображения слайдов. Слайды могут отображаться в таком варианте, то есть занимая сравнительно небольшую часть экрана монитора. Такое небольшое окно легко переместить в нужное вам место, зацепив его курсором за рамку. Если вы хотите уменьшить окно, нажмите на паузу, а далее нажмите на этот значок. Вы увидите самое маленькое окно программы, которое также можно переместить в нужное вам место экрана компьютера. Продолжите проигрывание упражнения, отжав кнопку пауза. Можно вообще убрать окно программы с экрана компьютера. Для этого подведите курсор к рамке программы и подождите одну или две секунды. Вы увидите два значка. Нажмите на эту маленькую полоску Minimize, и программа скроется. При этом упражнение продолжает звучать. Чтобы вернуться, нажмите сюда кнопка «Восстановить». Программу можно просматривать в полноэкранном режиме, который рекомендуется при занятиях с группой студентов. Для этого нажмите на кнопку «Стоп». В верхнем правом углу появятся три кнопки. Выберите первую кнопку «Maximize». Вы попадете на средний вариант отображения окна программы. Затем еще раз нажмите на эту кнопку, и вы в полноэкранном режиме отображения программы. Возврат на предыдущие окна программы осуществляется путем нажатия на синие стрелки. Закрыть программу можно из любого окна, нажав на крестик. Close. На этом мы заканчиваем описание работы программы «Английский под музыку» из серии обучающих программ «Languages with Music». Мы благодарим вас за внимание к нашим программам и желаем успеха в изучении иностранных языков под музыку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...